Сегодня съемочная группа портала Улправды.ру посетила многоквартирный дом номер 12 по улице Крутковой, где бандернизирована система теплооснабжения. Мы приняли решение на общем собрании и решили установить погодный регулятор, чтобы как-то получить какую-то экономию, потому что в предыдущие годы перегрев был очень большой, люди постоянно открытыми форточками жили, жаловались, жарко, то жарко, то холодно, ну и пришли к этому мнению. По программе капитального ремонта общего имущества, 180-квартирного 9-этажного дома 1985 года постройки, работы были запланированы на 2044 год. Однако собственники решили не ждать так долго, а взяли инициативу в свои руки и установили прибор погодного регулирования на систему теплооснабжения. В итоге это позволило повысить энергоэффективность и сократить расходы жильцов квартир за отопление почти на 30%. За счет циркуляции уже принудительной насосами, то есть теплоноситель распределяется более равномерно, с большей скоростью и не требует большого такого количества самого объема. То есть объем сокращается, соответственно гикокалорий меньше. Жители дома планируют получить компенсацию части своих затрат на капремонт из фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, а это более 500 тысяч рублей. Стоит отметить, что после февраля 2019 года процедура стала проще и быстрее. Продлен срок подачи заявок, увеличен ее максимальный размер с 50 до 80%, исключены избыточные требования к ее получателям. Не каждый дом может в программе участвовать. Во-первых, дом должен быть не моложе 5 лет, но не старше 60. На доме обязательно должны быть... дом не должен быть аварийным. В доме капитальный ремонт может быть сделан в период с 1 февраля 2017 года. Те дома, которые ремонт делали с того времени, могут уже в этой программе участвовать. Ну а еще очень важное участие. На доме должны непрерывно сниматься показания приборов учета в течение последних трех лет. Мечта каждого собственника экономия семейного бюджета за счет оплаты коммуналки реальна. Здесь главная активная гражданская позиция человека, рациональное использование возможностей и наличие специального счета для накопления на капитальный ремонт дома. Наталья Чумаченко, Юрий Ломатов. Новости Ульяновской правды.